В Лобнинском лицее провели плановую эвакуацию детей и отработали действия при пожаре. На месте событий побывала наш корреспондент Дина Архипова. По замыслу тренировки возгорание произошло в помещении школьной раздевалки рядом с центральным входом. Условно его обозначили красными флажками, а клубы дыма отметили флагами синего цвета. Сигнал о возгорании сразу поступил в систему пожарного мониторинга. Там он автоматически отображается у диспетчера. Также вызов был продублирован телефонным звонком из школы на номер 112. На всех этажах лицея сработал сигнал эвакуации. Ученики были выведены через запасной выход, а службы специального назначения, пожарные и скорая помощь прибыли к главному входу, туда, где началось возгорание. На пульт диспетчера нашей пожарно-спасательной части поступило сообщение о возгорании в данном лицее. Мы в составе двух отделений на двух пожарных автомобилях пребываем. Как вы видели, включились в дыхательные аппараты и пошли на разведку, на поиск пострадавшего. Потому что это решающее направление. Нам самое главное – спасти людей. Параллельно решая задачи по тушению и недопущению распространения огня. Тренировочная эвакуация позволила проверить и оценить действия охраны, преподавателей и обслуживающего персонала в условиях чрезвычайной ситуации. Цель тренировки была достигнута. Детей эвакуировали в кратчайшие сроки. Очаг возгорания устранили в течение нескольких минут после прибытия команды пожарных. Вообще у нас часто проводятся эвакуации, чтобы мы могли знать, как нам нужно выходить, чтобы не испугаться. Чтобы при случае пожара все знали, как действовать и как выходить. Нить звенит звонок, ну как бы сирена, и все по очереди аккуратно выходят на улицу. Учения в образовательных учреждениях проводятся регулярно. Они необходимы для того, чтобы дети знали, как правильно вести себя при пожаре. Этой теме посвящены классные часы, инструктажи, специальные информационные стенды. Спецподготовку к возможному возгоранию в школе проводят также и для всего персонала учебного заведения. Сегодня проводятся у нас мероприятия в рамках указания министра по эвакуации объектов с массовым пребыванием людей. Проводятся во всех школах согласно плану пожарно-тактических занятий, согласно указания главного управления МЧС России, согласно плану внеплановых проверок. Время эвакуации здесь буквально 4 минуты прошло. Подразделение приехало буквально уже, когда все дети, люди были эвакуированы. Пожарные предупреждают, что с наступлением холодов и началом отопительного сезона резко увеличивается количество возгораний из-за неисправности и нарушения правил эксплуатации электроприборов и печного отопления. В этот период усиливается работа по профилактике бытовых пожаров. Специальные службы призывают жителей быть осторожными. Дина Архипова, Алексей Жуков, Денис Рокин, телекомпания Лобня.